Уникальный опыт Казахстана в достижении единства народа может стать примером для многих стран. В Москве обсуждали роль гражданского общества в поддержании межнационального и межконфессионального мира в мегаполисах. На вторую международную научно-практическую конференцию «Единство в различиях» собрались ведущие мировые эксперты. Это общественные деятели, ученые, специалисты в области этнополитики, религиоведы и журналисты. Многие из них отмечали опыт Ассамблеи народа Казахстана. Уникальному институту в следующем году исполнится 20 лет. Указом президента юбилейный год пройдет под эгидой АНК. Мне кажется, что то, что делает Нурсултан Абишич Назарбаев, это, честно говоря, пример для нас, для многих. Это огромное достижение и Ассамблея народов Казахстана, с которой мы, естественно, готовы взаимодействовать. Я буду рад всячески и обмениваться опытом, и учиться у казахского народа. Это, конечно, очень важный институт, который действует на благо казахского народа в целом и казахской нации. Я считаю, что это очень положительный опыт. Надо сказать, что статистика показывает, что Казахстан на этом выигрывает, потому что изменилось направление потоков, скажем, между Казахстаном и Россией. Если в 90-е ехали из Казахстана в Россию, то сейчас идет обратный отток, в том числе элитных кадров. А это особенно важно в настоящее время. Все борются за мозги. И сейчас мы видим данные, что люди едут из России в Казахстан. Больше того, приезжают люди из Запада, скажем, в Назарбаевский университет в Астане. То есть это совершенно видны определенные реальные результаты.